Здоровье политического узника Арона Атабека ухудшается. Годы проведенные в карцере и жестокие пытки надзирателей довели состояние народного героя до критического. Режим Назарбаева продолжает удерживать поэта и патриота в тюрьме. В 2006 году Арона осудили на 18 лет строгого режима, якобы за организацию общественного сопротивления сносу жилого поселка Шанырак. Общественного деятеля обвинили в убийстве полицейского, но фактов обвинения никто не услышал и не увидел. Сегодня Арону 65 лет и последние 12 он провел в одиночной камере. В его случае правозащитники требуют даже не освобождения, а банального соблюдения условий содержания. В письмах родным Арон просят не навещать его, потому что после их визитов обращение надзирателя ужесточается. Все эти годы, проведенные в карцере, Арон страдает от травматизма, ишемичной болезни сердца и травмы колена. Ему сложно самостоятельно ходить. Бесчеловечность режима Назарбаева ужасает. С каждым годом становясь хуже. Когда подходит срок для выхода с этой камеры, а в данное посещение ему оставалось меньше, чем неделю, его начинает провоцировать младший лейтенант, который приходит и каждое утро и вечер заставляет его снимать носки, трусы и делать приседания. Притом все это снимается на видеокамеру. Старший сын Аскар выступил на сессии ОБСЕ, чтобы рассказать о жестоком обращении с отцом. Таким образом, Назарбаев избавляется от давнего критика своей тирании. И так он привык поступать со всеми, кто мешает ему грабить страну. Семья не видела Арона много лет. Возможно, это и к лучшему. С тех пор он посидел и потерял почти все зубы. Раненая еще в шиныраке нога совсем не сгибается. В беседах с правозащитниками Арон не жалуется ни на здоровье, ни на одиночную камеру. Жалуется только на воровство рукописей и отсутствие теплой одежды на зиму. Хотя в сырой камере с гнилым полом и маленьким окошком холодно даже летом. Просить об условно-досрочном освобождении Арон не собирается. Администрация колонии дошла до немысленной низости, украв 17 тысяч тенге с его тюремной карты. В этом вся суть прогнившей власти. Правозащитница Бахиджанта Ригожина завела ему счет для пожертвований и занимается сбором одежды. Связаться с ней можно на ее странице в фейсбук, чтобы передать Арону теплые вещи или слова поддержки. «Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда», – писала когда-то Анна Ахматова, словно о пронзительной поэзии Арона Атебека «В неволе». Арон продолжает писать в тюрьме, несмотря на то, что надзиратели отбирают его рукописи. Гимном борьбы за свободу стала его поэма, которую старший сын прочел у посольства Казахстана в Лондоне. За поэзию в тюрьме Арону присуждена международная премия «Свобода созидать» в номинации «Творец в заключении». В Египет на вручение премии прибыл его сын. Пока несправедливо осужденные узники находятся за решеткой, несвободны от гнета вся страна. Мы призываем объединиться против жестокого истребления лучших граждан Казахстана. Поднимемся вместе за освобождение политзаключенных. Объединение – путь к освобождению от власти диктатора. Казахстан будет свободным.